Дмитрий Анатольевич Хубезов 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 уровень, то, безусловно, в развитых странах, Западной Европе, центральную мы не берем, там уровень примерно хирургии такой же, как у нас. А Западной Европы, особенно Японии, безусловно, средний уровень там на порядок выше, чем у нас. И здесь нам еще предстоит немало поработать, чтобы выйти на вот этот уровень. Более того, чтобы работать на высококлассном оборудовании, нужно и быть высококлассным специалистом, по крайней мере, чтобы его не сломать. Потому что оно очень дорого стоит, и здесь матчасть, как говорится, тоже надо изучать достаточно тщательно. Расскажите, а как вы готовите специалистов, чтобы в дальнейшем они работали в ОКБ? Есть ли целевая программа, или вы от нее уже отказались? Как вот это происходит? Как вы выбираете себе? Если вы имеете в виду целевой набор, который практикуется повсеместно, то здесь в настоящее время, в этом году, по крайней мере, мы от него отказались. По той простой причине, что для областной больницы не существует проблема набора кадров. Это более актуально для центральной районной больницы, где, может быть, есть дефицит в врачебных кадрах. У нас никогда дефицита нет, и более того, мы хотим из тех специалистов, которые заканчивают ВУЗ, выбирать лучших. Если мы берем специалиста, обучаем его по целевой программе, мы не знаем, какой он будет – хороший, плохой, средний. Средний нам не нужен, тем более плохой. Нам нужен лучший. В областной больнице, я твердо в этом уверен, должны работать лучшие из лучшей. Так происходит во всем мире. А готовим мы себе специалистов по двум программам. Это короткосрочная программа. Здесь мы берем опыт наших китайских коллег, которые действительно в последние несколько лет рвок совершили. Они просто брали, привозили японцев, которые жили у них месяц, ставили технику, оперировали вместе с ним. Примерно то же самое планируем и мы. Дмитрий Анатольевич, еще хотелось бы напоследок поговорить об актуальных новостях, которые у нас также сейчас зрители могут наблюдать в интернете. В первую очередь, хотелось бы у вас, как у руководителя медицинского учреждения, спросить о вашем отношении к различного рода информационным вбросам, где, грубо говоря, порочат честь врачей. Например, видео различные, иногда это даже фейковые видео, когда говорится о том, что врач не принял или как-то плохо обслужил пациента. Где-то там, конечно, другие видеозаписи были зарегистрированы. Вообще вы как относитесь? И на ваш взгляд, что должно в интернете появляться про врачей вообще? Что касается новостей, здесь действительно врачи, они такие же люди, как и все. Они могут ошибиться. Поэтому это, к сожалению, правда. Всегда были врачебные ошибки, они есть и всегда будут. Во всех странах мира здесь, как говорится, комментировать особо-то и нечего. Просто хотелось бы обратиться, может быть, и к средствам массовой информации и к нашим телезрителям, все-таки врачи всегда находятся в более сложных условиях. Им труднее всего. Потому что даже прием обычного терапевта, он находится в повышенной зоне риска. Потому что врач на приеме, он прекрасно отдает себе отчет, что если вдруг он чуть-чуть невнимательно отнесется к пациенту, неправильно поставит диагноз, неправильно назначит лечение, то он несет не только моральную ответственность административную, но и в том числе уголовную ответственность. Поэтому груз, вот этот пресс, на него давит постоянно. Никто не говорит, что нет проблем. Но по мере своих сил и средств мы их решаем оперативно. Например, в нашей клинике уже со следующей недели начинают появляться фрукты в рационе. Это и кисломолочные продукты, это и будет кефир, соки. Хочу еще обратиться к тому, что, например, стакан у вас стоит, можно сказать, что он наполовину полон и наполовину пуст. И вот позитива у нас в последнее время намного больше, чем негатива. Это прежде всего новые операции, новые технологии, которые мы используем в лечении. И уровень наших врачей в несколько раз, я совершенно ответственно заявляю, вырос, чем раньше. Все-таки я призываю не только видеть негатив, но и видеть позитив. Я знаю, что каждый пациент у вас в больнице может оставить свой отзыв о тех врачах, которые с ним работали. И вы зачитываете на общих собраниях. Много ли отзывов положительных, хороших, добрых? Какие самые, может быть, запоминающиеся? Ну, практически на каждой конференции мы уже сейчас и перестали зачитывать благодарность. Их действительно много. Их намного больше, чем негативных отзывов. Слава богу, что не все негативные отзывы подтверждаются. По каждой жалобе, по каждому отзыву, который может быть не всегда позитивный, мы проводим достаточно тщательное расследование. Еще хотелось бы спросить. Вы уже сказали о фруктах, овощах, о том, что будут изменения в больнице. Стало известно, что ОКБ получит 57 миллионов рублей из резервного фонда президента страны. На что вообще планируете потратить эти деньги? Для чего они? Это целевые деньги. Они предназначены только для ремонта четырех отделений. Это неврология, ревматология, профпатология и пульмонология. Здесь мы не можем ни копейки из них потратить, ни на какие другие нужды. Я хочу особо отметить, что это как раз те места, которые в настоящее время еще не подверглись капитальному ремонту, где лежат пациенты. Все остальные блоки, где находятся пациенты, уже подверглись капитальному ремонту. И там действительно условия достаточно комфортные. Хотелось бы еще узнать о той конференции, которая у вас запланирована на март. Научно-практическая конференция с международным участием. Поделитесь, пожалуйста, планами, какие темы будут подниматься и что вообще этот форум даст рязанцам и нашим докторам. Да, действительно, это впервые проходит подобного рода конференция в подобном формате. К нам приедут двое коллег из Портсмуда. Портсмуда – это клиника, где Святой Александр, где, может быть, даже одной из первых зародилась технология, так называемый фасттрек – это ускоренного восстановления после операции, который позволяет уже в первый день пациенту вставать, двигаться даже после очень травматичных операций. И на пятый-шестой день пациент уже уходит домой. К нам приезжают двое специалистов. Это анестезиолог и хирург, которые будут онлайн показывать свою технику и ввода в наркоз, и операции, выводы наркоза. То есть, как раз обсуждать вот эту технологию фасттрек, которая не только хирургическая, но и реанимационно-анестезиологическая. Параллельно с ними будем оперировать мы из двух операционных, и параллельно с этим будет еще на роботе-довенче транслировать операции из Москвы при раке прямой кишки. Получается, первую часть конференции участники будут прямо вот сидеть и наблюдать то, как вы оперируете. Да, дальше обсуждать все это, перенимать опыт. С обратной связью. Любой может задать вопрос мне, как оперирующему хирургу, Джиму Хану. Но уже после того, как вы выйдете из операции? Нет, 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 в момент операции. Да вы что? То есть, весь смысл этой живой хирургии в том, что любой участник конференции, сидит модератор, который задает вопросы, ряд вопросов, стоят микрофоны в зале, и любой участник конференции может подойти и спросить любой вопрос у оператора в момент операции. В этом весь, как говорится, и вся красота и смысл вот этой живой хирургии. Дмитрий Анатольевич, я желаю вам успехов на этой конференции, которая у нас пройдет, развитие ОКБ. Поздравляем вас от лица нашей телекомпании с новой должностью. С вашей надеемся, что будет областная клиническая больница развиваться, семимильными шагами просто идти вперед. Спасибо большое, мы вас не подведем. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова